1 марта день кошек россиян! Да подожди ты! 1 марта, коллеги! Значит на ютуб канале Егерский Дневник очередной выпуск дня поздравлений номер 5. Начинаем встречать весну! 1 марта день кошек россиян! Ура! Да подождите вы! 1 марта, с праздником весны вас людям! Но еще не забудем, 1 марта 1869 года Дмитрий Менделеев составил периодическую таблицу химических элементов. Дмитрий Иванович известен как убежденный и настойчивый защитник башкирской природы. Не трогайте верховья башкирских рек, предупреждал он. День кошек! Да, и день кошек в России тоже. Приласкайте любимых! 2 марта Международный день спички! А ежегодно в целом мире выпускается целых 2,5 миллиарда спичечных коробков. От одной непотушенной спички только в нашей стране ежегодно выгорает 15 миллионов гектаров леса. Это примерно 2 прибалтийских страны. Берегите лес, коллеги! Бросайте курить! Коллеги, 3 марта Всемирный день дикой природы! А Земля – это единственное место во всей селенной, где человек может жить. Зачутим нашу жизнь вместе, друзья! А 4 марта 1877 года в Большом театре состоялась премьера спектакля «Лебединое озеро». Вот по сообщению ведущего орнитолога республики Виктора Алексеевича Валуева, в Башкирии можно встретить 3 вида лебедей – шипун, кликун и малый, ну иначе говорят, тундряной лебедь. 5 марта 1886 года родился Владимир Юрьевич Визе, крупнейший полярный исследователь, океанограф, член-корреспондент Академии наук СССР. Полярникам наше почтение! 6 марта 1521 года Фердинанд Магеллан высадился на остров Гуам. Это считается первым посещением этого замечательного места европейцам. А вот в 2021 году понятно, что людям было сложно путешествовать, но вот в 2013 на острова Гуама собралось 1648 россиян. Я им завидую. А 7 марта считается днём создания общества спасения на водах. Как метко подметили, значит, Илья Ильф и Евгений Петров, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Всех спасателей с праздником! Ну и спасённых тоже. Ну а 8 марта… 8 марта, 8 марта. Спасибо! Девочки, это всё нам. С праздником! Специально, вне очереди, 8 марта на After Today's. Для всех, для вас. Рассказ красавица и авторитет! Люди добрые, а 9 марта – это день рождения куклы Барби. Хочу куклу! Хочу куклу! Хочу куклу! Кукла Барби! В общем, друзья, День тёзки, он 6 марта был, да, да. Барби, ну или по-серьёзному говоря, Барбара, или по-русски говоря, Варвара. День тёзки был 6 марта, но всех Варвар сегодня тоже с праздником! 10 марта 1710 года в России вышла первая печатная географическая книга. Называлась она «География или краткое земного мира описания». А чтобы было на чём печатать, 11 марта 105 года н.э. китаец Цайунь создал бумагу. Имейте в виду, из одного взрослого дерева полтонны весом получается всего лишь 7 килограмм бумаги. Берегите лес, люди! Ну, а кроме шуток, именно в Китае 12 марта вполне официальный весенний праздник – День посадки деревьев. Ну, что-то типа нашего субботника, только по всей стране. Китайским коллегам, значит, удачи в их деле у нас немножко всё-таки рановато деревья сажать. 13 марта отмечается День геодезиста и картографа именно в России. С праздником, смелые люди! А 14 марта – Международный день защиты рек. Генеральный прокурор, хватит спать, загляните в интернет, покатушки всех мастей, значит, реки, озёра на своей технике месть, на льду мотогонки устраивать. Хотя бы это как-то ограничить. А 15 марта во многих странах отмечают Международный день защиты бельков, ну, то есть детёнышей тюленей. Россия активно участвует в охране полярной фауны, ну, а преступление против детёнышей и детей – это грех неотмолимый. Вот на этом позвольте на сегодня завершить. Ищите нас в Инстаграме, на Ютуб-канале «Егерский дневник» и на After Today. До встречи! А следующий день поздравлений на Ютуб-канале «Егерский дневник» 16 марта.